Это три школьника, сейчас они идут со школы, но явно видно, что им чего-то не хватает, годных лайфхаков для школы. Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и в этом видео покажу вам 6 лайфхаков для школы, которые упростят вам жизнь и освободят немного вашу голову от запары. Ну что ж, начнем? А это Андрей и сейчас он спит. Наступило утро, а он все еще спит, он проспал. Нужно быстро собраться, покушать и бежать в школу. Ну вот бы какой-то лайфхак, который позволит приготовить за одну минуту еду, которая будет быстрой и полезной. Для этого возьмите овсянку и йогурт. Насыпьте пол чашки овсянки, остальное залейте йогуртом. Теперь перемешайте это все. У вас получится очень полезный завтрак, который абсолютно никак не вредит вашему здоровью. Даст вам сил на целый день и плюс он также быстро съедается. Кстати, такую еду нужно готовить не только когда спешите, но и в обычной жизни, поскольку она реально полезна. А теперь Андрей вернулся со школы, разложил свой портфель и обнаружил вот эти унылые тетради. У каждого, наверное, есть тетрадки, которые плохо выглядят и хочется из них сделать классную тетрадь. Для этого сделайте или найдите прикольную картинку с рисунком, которая будет выделять вашу тетрадь. Распечатайте ее на обычном листе А4. Можно полностью запечатать, а можно лишь половину, чтобы задник был белый. Возьмите клей-карандаш, намажьте им лицевую сторону тетрадки и приклейте бумагу. Затем переверните на заднюю сторону, намажьте заднюю часть и приклейте ее. Теперь возьмите любую пластиковую карту и разгладьте складки, чтобы оттуда выгнать весь воздух. Теперь у Андрея есть тетрадка, дизайн которой создал именно он. И с такой не стыдной в школу пойти. Также во время учебы важно хорошо отдыхать. Можно гулять на улице, можно заниматься каким-то спортом, можно смотреть видео на ютубе. А можно отвлечься в игре War Thunder. Это самый классный онлайн-экшен для ПК и PlayStation. В него можно погрузиться полностью и почувствовать атмосферу боя. Вы просто надеваете наушники и все. На одном поле с вами присутствуют ревущие самолеты, огромные танки, а скоро появятся и корабли. За счет этого создается дикий экшен. Ты постоянно летишь, стреляешь, уклоняешься, продумываешь стратегию. А реалистичные модели повреждений и специальный рентгеновский режим покажут тебе, как ты всех понагибал. И в отличие от других игр, ты не тратишь время пустую, ведь в нее играть реально полезно. Во-первых, ты увлекаешься военной тематикой и можешь немножечко подучить историю. Ведь модели техники в игре реалистичны, точно такие, как были раньше. Во-вторых, это развивает мозг, ведь ты постоянно продумаешь, что будешь делать дальше. И самое главное, игра очень хорошо оптимизирована. Так что даже на дохлом компьютере твоей бабушки, она будет выглядеть классно, и ты не сможешь заскучать. Поскольку карт здесь десятки, самолетов и танков вообще сотни. В общем, скачивай War Thunder по ссылке в описании, бонусом ты получишь премиум технику, которая позволит тебе нагибать еще лучше. Иногда бывает такое, что нужно скрепить две бумажки, а длины вашего степлера не хватает. Если у вас степлер меньше 12 сантиметров, то вам не повезло. Ведь вы даже не дотянетесь до половины листа А4. Существует строительный степлер, который работает по-другому. Он может забить скрепку куда угодно. Но из обычного степлера тоже можно сделать строительный. Разверните его полностью, нужно будет просто нажать. Оттуда будут вылетать скрепки, как с пулемета. А если приложить бумаги, скрепка пройдет сквозь бумагу. К примеру, если у вас разлетелась тетрадка, то ее можно очень просто починить таким методом. Андрей вновь проспал. И теперь, даже скушив быстрый завтрак с первого лайфхака, все равно не успевает. Он спешит, бежит, хочет успеть, но все равно не успеет. Так вот, если вы сильно спешите в школу и не спеваете, то перестаньте бежать. Поскольку, если вы придете на урок с опозданием 5 минут, то учительница будет злая на вас. Потому что подумает, что вы просто проспали, или не очень-то и торопитесь. А если вы опоздаете на дольше, например, минут на 20, то сразу станет понятно, что вы не просто растяпа, а скорее всего у вас есть уважительная причина. А если спросят, то придумать ее несложно. Например, ходили сдавать кровь. Есть такие учителя, которые вообще не позволяют списать у себя на уроке. И чаще всего это математика. Они даже не позволяют пользоваться калькулятором на телефоне. Поскольку под его прикрытием мы всегда ищем нужную нам информацию. Поэтому для расчетов говорят брать обычный калькулятор. Так вот, в него можно очень просто спрятать телефон. Но он должен быть с вот таким наклоном. Открутите все болтики на калькуляторе и снимите верхнюю крышку. Там будет плата, ее надо оставить в покое. А вот нижнюю часть отломайте полностью до изгиба. Этот изгиб приклейте обратно, чтобы спереди, со стороны, где на вас будет смотреть учитель, казалось, что калькулятор вполне обычный. А вот под него можно спрятать телефон. Он получается совсем беспаленный. Но это крайние меры, чтобы списать. В 90% случаев хватает просто уменьшить яркость на телефоне. Эти лайфхаки я снял немного в другом формате, поскольку обычные уже всем надоели. Если понравилось, ставьте лайк. Также зацените еще и вот это видео. Ну, а чтобы не пропускать новые, просто подпишитесь на канал. Всем пока!